Вечером 24 августа в парижском аэропорту Любурже приземлился частный самолет Embraer Legacy. На борту помимо экипажа находился телохранитель, неизвестная девушка и российский миллиардер и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. На взлетно-посадочной полосе Дурова уже ждали сотрудники жандармерии с ордером на арест. Новость о задержании Дурова моментально взорвала социальные сети. Кажется, что арест Дурова был единственной темой для обсуждения тем вечером в Твиттере, Телеграм-каналах, личных чатах. Еще бы, одиозный миллиардер, гений, кумир миллионов и любитель пафосных фотосессий в пустыне и вдруг задержан французскими силовиками. Есть что обсудить. Вскоре французским СМИ стало известно, за что именно арестовали Дурова. Павла подозревает в пособничестве незаконной деятельности, в частности, в наркоторговле, терроризме, распространении детской порнографии и мошенничестве. Все из-за отказа Дурова сотрудничать с французскими властями и отсутствии нормальной модерации на платформе Телеграм. Вокруг задержания Дурова тут же появилось множество слухов. А мнения о том, насколько оправдан арест основателя Телеграм разделились. Одни заявляют о беспрецедентной атаке на свободу слова со стороны французских властей. Другие указывают на то, что Телеграм и правда давно стал центром распространения нелегального и общественно опасного контента во многих странах. Что именно известно о задержании Дурова сегодня? Какие слухи ходят вокруг этого? Какие именно аргументы за и против ареста Дурова приводят спорящие стороны? И что обо всем этом думаю я? Об этом в моем сегодняшнем ролике. Пишите в комментариях, что именно вы думаете об аресте Павла. Я читаю комментарии под видео, поэтому мне будет интересно ознакомиться и с вашим мнением. А еще не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой YouTube канал. Если вы хотите поддержать мою деятельность финансово, то вы можете это сделать через функцию суперспасибо или став спонсором моего канала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА You know, of course we are concerned about the potential use of the technology we make. Do you feel that Telegram is in any way responsible for what happened? I don't think so. They were also using iPhones and Android phones and microchips. It's kind of misleading to say that we are responsible or any other tech companies are responsible for that. You cannot make messaging technology secure for everybody except for terrorists. So it's either secure or not secure. Давайте начнем с фактов. Что уже точно известно о задержании Дурова? Павла объявила в розыск Управление по делам несовершеннолетних, находящееся в подчинении Национального управления уголовной полиции. Управление занимается тем, что выявляет производители детского нелегального контента, а также расследует преступления против несовершеннолетних, совершенных при помощи социальных сетей и Даркнета. В эфире телеканала ТФН следователь заявил, На протяжении многих лет это стало платформой номер один для организованной преступности. А чуть позже близкий к следствию анонимный источник телеканала дал чуть более развернутый комментарий. На своей платформе он позволил совершить неисчислимое количество правонарушений и преступлений, в отношении которых он не сделал ничего, чтобы модерировать содержимое или сотрудничать. Дуров был задержан на 48 часов, но затем суд продлил задержание основателя Телеграм еще на двое суток. Согласно законам Франции, 98 часов – максимальный срок предварительного задержания. Поэтому 28 августа суд должен предъявить Дурову конкретное обвинение или отпустить его. Адвокаты Дурова и сам Павел пока никак не комментируют задержание. Однако в воскресенье вечером с официальным заявлением выступила администрация мессенджера Телеграм. Телеграм соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах. Его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Телеграм Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. Почти миллиард пользователей по всему миру используют Телеграм как средство общения и источник важной информации. Ждем скорейшего разрешения данной ситуации. Заявление Телеграм об отраслевых стандартах модерации на платформе вызывает некоторые вопросы, но об этом я расскажу позднее. А в понедельник был опубликован пресс-релиз прокуратуры Парижа. В частности, из него стало известно, что расследование против Дурова было возбуждено 8 июля. Также упоминается 12 различных преступлений. Соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп. Отказ передать по запросам правоохранительных органов информацию или документы, необходимые для проведения и использования расследования. Соучастие в хранении порнографического контента. Соучастие в распространении наркотиков. Соучастие в преступлениях, связанных с хакерскими атаками. Соучастие в мошенничестве в составе организованных преступных группировок. Посольство России во Франции потребовало предоставить консульский доступ к Дурову. После появления в СМИ новости о задержании Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснение о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу. Но доступ к Дурову представители посольства осложняются французским гражданством Павла, который он получил в 2021 году. Скорее всего, Дурова будет судить не как иностранного гражданина, а как гражданина Франции. По той же причине и, возможно, экстрадиция Павла в России или другие страны, гражданствами которых он обладает УАЭ и Сент-Китс и Невис. На защиту Дурова молниеносно встала вся российская пропаганда. Все те же лица, которые еще недавно нещадно критиковали Павла и радовались блокировке мессенджеров России, внезапно озаботились судьбой свободы слова в Европе и выступили в поддержку Дурова. При этом очевидно, что во Франции через телеграмм на оппозицию никто давить не собирается, чего не скажешь об аналогичных процессах в России. Многие блогеры и пропагандисты моментально нашли крайнего в деле Дурова. Якобы приказ арестовать его отдал лично Эммануэль Макрон. Понять образ мысли пропагандистов можно. Раз в России человека могут бросить в тюрьму по беспределу, по личному указанию Путина, то значит и во Франции закон работает точно таким же образом. К слову, сам Макрон тоже успел высказаться по поводу задержания основателя Телеграм. Президент Франции опроверг политическую подоплеку задержания Дурова. «Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе выражения мнений, коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и будет. В условиях верховенства права в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав», добавил президент Франции. Арест главы Телеграмм на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями. Ну, кроме равнодушных отчерков, есть просто мерзаться. Вот меня забросали сообщениями, что, в частности, в сети «Контакт» у господина Дурова в очередной раз появилось сообщество, где, ну, откровенно педофильские фото. И ничего нельзя сделать. И Дуров издевается над всеми, радостно позиционируя себя как очень богатый штимп, который может делать все, что хочет, наплевав на морали и на законы нашей страны. А мы ему аплодируем и говорим, ах, ну, наверное, он демократ. То есть сколько будет продолжаться эта деятельность откровенно педофильского лобби, не знаю, входит в него Дуров или нет. Это факты, о которых сегодня мы можем говорить со стопроцентной уверенностью. Но помимо этого, есть непроверенная информация от журналистов и телеграм-каналов, о которой тоже хочется упомянуть. Во-первых, некоторые заявляют, что визит Павла Дурова в Азербайджан не случайно совпал с визитом в Баку Владимира Путина. Якобы Павел Дуров и Владимир Путин встретились в резиденции президента Азербайджана Алиева. При этом телеграм-канал База еще 20 августа сообщал, что представители администрации президента и правда пытались организовать встречу Путина и Дурова, но бункерный дед отказался. Впрочем, полностью доверять инсайдам Базы не стоит. Журналисты связывают телеграм-канал с силовыми структурами, поэтому, скорее всего, новость была целенаправленным сливом информации с неизвестной целью. Во-вторых, по данным французского телеканала ТФН, Павел Дуров знал, что он объявлен в розыск во Франции. Поэтому он долгое время избегал поездок в Евросоюз, опасаясь своего ареста. И внезапно, после своего визита в Азербайджан, где у него могла состояться встреча с Путиным, Дуров не просто прилетает в Париж, но и, по информации журналистов, планирует провести там один вечер за планированным ужином. Все это выглядит очень странно. Большая платформа. Мы были популярны в много, много страны. И мы были получены много requests, demand. Семь из них были легитимы. If there was a group of people who was promoting violence, there was terrorist activity that was spreading violence in some parts of the world, publicly posting things that any decent human being would disallow or wouldn't want to be posted, we would help them. But in some other cases, where we thought it would be crossing the line, it wouldn't be in line with our values of freedom of speech and protecting people's private correspondence, we would ignore. Мнения же о задержании Дурова разделились. Одни заявляют, что арест Павла Дурова, безусловно, следует трактовать как атаку на свободу слова со стороны государства. Такого мнения придерживается Илон Маск, журналист Аккер Карлсон, Эдвард Сноуден. В частности, Сноуден сказал. Задержание Дурова – это посягательство на основные права человека, на свободу слова и объединений. Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня захвата заложников в качестве средства получения доступа к частным коммуникациям. Это унижает не только Францию, но и весь мир. Считают ударом по свободе слова и расследователь Георгий Албуров. Арест Дурова, помимо того, что он, судя по известным сейчас пунктам обвинения, адски несправедлив, Дуров, очевидно, не занимается терроризмом и продажей оружия. Это еще и большой удар по свободе слова. Только вспомните, как Телеграм сопротивлялся блокировке в России, как он сам разрабатывал инструменты для обхода блокировок, и сравните, как в последние месяцы покорно сложил лапки и смирился со своей участью несравнимо более богатый Ютуб. Свободу Павлу Дурову. В поддержку Дурова выступило и Общество защиты интернета. Задержание Павла Дурова, несомненно, акт цензуры со стороны французских властей. Обвинение в пособничестве преступлением только потому, что он глава Телеграм, выглядит нелепо. Освободите Дурова. При этом в своем личном твиттере директор Общества защиты интернета Михаил Климаров написал. Про Дурова. Во-первых, нет, я не приветствую аресты за создание технологий, которую можно использовать как угодно. Но в торговле наркотой оружием и прочим в Телеграме это реальная проблема. Нет ничего проще, чем найти чему пороться. Вы сами можете в этом убедиться. Конечно же, такого в Телеграме быть не должно. И, конечно же, это результат наплевательского отношения команды модерации Телеграма, и вся вина лежит на генеральном директоре компании. Надеюсь, после такого намека Павел Валерьевич Дуров пофиксит эту проблему. Видит большие проблемы в модерации Телеграм и расследователь Христо Грозев. Его несотрудничество с ФСБ, пользуясь свободой слова, к сожалению, полностью нейтрализуется его несотрудничеством ни с кем, чтобы остановить использование ТГ для всего ужасного. Это был его выбор. Можно ли было делать одно и не делать другое? Действительно, как бы вы лично не относились и к Телеграму, и к Павлу Дурову, но невозможно не признать, что у мессенджера есть и торговля наркотиками, и оружием, и людьми. При этом аргумент, что на такой большой площадке нормальной модерации не может быть в принципе, к сожалению, не имеет под собой никаких оснований. У других крупных социальных сетей проблем с модерацией не возникает. Посмотрите на тот же YouTube, где вы смотрите этот ролик. Как часто вы встречаете здесь объявления о продаже наркотиков или детского порно? Такого здесь просто нет. Площадка заинтересована в том, чтобы обезопасить своих пользователей от деструктивного контента. Первичную модерацию контента здесь осуществляет искусственный интеллект. Он не допускает до публикации потенциально опасные видео, блокирует комментарии, рекламирующие магазины наркотиков и оружия, считая, что ровно такой же механизм, без проблем, мог быть внедрен и в Телеграм. Защитники Дурова говорят, что такова цена свободы слова, информации и тайны личной переписки. По их мнению, только полная свобода распространения информации соответствует этим принципам. И Павел Дуров последователен в своей принципиальной борьбе за свободу интернета. Однако почему-то эти свободы ограничиваются оружием, наркотиками и прочими видами нелегальной деятельности. Но как только дело касается политических свобод, Телеграмм резко оказывается сговорчивым и гибким в своих принципах. Так, в сентябре 2021 года, накануне выбора в Государственную Думу, Павел Дуров заблокировал бот, придуманного Алексеем Навальным умного голосования. А в 2023 году Телеграмм пометил телеграмм-канал жен мобилизованных «Путь домой» плашкой «Фейк» и не снял ее, несмотря на многочисленные жалобы. А сам Путин на прямой линии заявлял, что власти успешно договорились с Телеграммом. Чтобы от этим понималось, до сих пор не ясно. Хочу отдельно и четко заметить, что я не утверждаю, что Дуров работает на Кремль. Таких доказательств, как я понимаю, ни у кого нет. Но очевидно, что он шел на определенные уступки в своих принципах перед администрацией президента России. Но раз можно идти на уступки в борьбе с женами мобилизованных или с Навальным, то почему нельзя идти навстречу правоохранителям в борьбе с наркотрафиком и педофилией? Вопрос кажется легитимным, но ответ на него знает только сам Дуров. Можно предположить, что такова сознательная бизнес-стратегия платформы. То, в том числе за счет чего Телеграмм набрал почти миллиард пользователей по всему миру. В России Телеграммом пользуются все, но за пределами нашей страны у мессенджера сложилась крайне сомнительная репутация, которая приводит в Телеграмм вполне определенную аудиторию. Как говорят в маркетинге, открытость Телеграмма для всего запрещенного – это его уникальное торговое предложение в сравнении с другими мессенджерами и социальными сетями. Здесь я рискую нарваться на критику многих поклонников Дурова. Давайте я поясню вам свою позицию относительно личности Павла. Я считаю Павла Дурова гениальным пиарщиком и великим топ-менеджером, а его старшего брата Николая Дурова – гениальным программистом. Я считаю, что Павел Дуров сыграл большую роль в борьбе за свободу слова в России. То, как его мессенджер сопротивлялся давлению властей и силовиков в 2018 году, дорогого стоит. До чего говорить, я сама выходила на проспект Сахарова на митинг в поддержку мессенджера. Привет, это Навальный. Привет, цифровое сопротивление. Спасибо тебе, Паша Дуров, что назвал это сопротивление. Потому что сопротивление – это когда ты делаешь что-то, когда ты не молчишь, когда ты чувствуешь, что тебя давят. И не просто лежишь на земле или не сидишь в кресле. Ты сопротивляешься. Готовы сопротивляться? Но непогрешимым и кристально честным человеком Павла я назвать не могу. У поклонников Дурова сложился образ практически идеального человека, который в первую очередь руководствуется благом пользователей и представлениями о свободе, а не какими-нибудь бизнес-процессами. Психологи называют это эффектом ореола. Нам свойственно идеализировать симпатичных нам людей и приписывать им качества, которыми они не обладают. Фанатам нравится публичный образ популярной певицы. И вот они уже наделяют ее умом, честностью, искренностью и прочими качествами, которыми она не факт, что обладает. Гениальность не делает человека моральным ориентиром во всем, а публичный образ знаменитого человека зачастую кардинально отличается от него в реальной жизни. Великий режиссер и обладатель «Оскара» Никита Михалков под конец жизни превратился в конспиролога и пропагандиста. А гениальный создатель SpaceX Илон Маск оказался критикуемым отцом и сомнительным политическим комментатором. Но давайте на конкретных примерах. Павел Дуров неоднократно заявлял о том, что его отношения с Россией подошли к концу. Еще в 2014 году он заявлял, что уехал из России и не собирается в нее возвращаться. И даже опубликовал в своих социальных сетях пост с заголовком «Семь причин не возвращаться в Россию». В 2022 году представитель Дурова заявил изданию «Форбс», что Павел покинул Россию и не намеревается возвращаться. А в апреле этого года в интервью Такеру Карлсона он заявил, что старается не посещать Россию, Китай и США, то есть страны, власти которых проявляют повышенное внимание к его мессенджеру «Телеграм». При этом, согласно утекшей базе пересечения границы пограничной службы ФСБ, Павел Дуров за период с 2015 года посещал Россию 54 раза. Внушительное число поездок для того, кто публично раз за разом объявляет о разрыве отношений со страной. Я не осуждаю Павла. Я и сама бы, если бы у меня была возможность, полетела в Россию первым рейсом. Я лишь указываю на несоответствие его публичного образа и его интервью с его реальными действиями. Также Дуров неоднократно заявлял, что у него нет никакой недвижимости. Якобы недвижимость ограничивает свободу человека. Такие идеи он высказывал, как в интервью с Такером Карлсоном. У меня на банковском счете или в биткоинах уже 10 лет лежит несколько сотен миллионов долларов, и я с ними ничего не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Я не думаю, что такой образ жизни мне подходит. Для меня приоритета номер один является моя свобода. И как только вы начнете покупать вещи, это привяжет вас к текущему местоположению. Так и более старых интервью, датируемых еще 2012 годом. Те, кто ищет в моей жизни замки, стоянки спортивных автомобилей и флотилию Боингов, будут жестоко разочарованы. У меня нет самолетов, автомобилей и домов. Мой мир – это передвижение пешком и на метро, а также сон в съемной комнате размером 18-20 квадратных метров. Тем, кто хотел бы поменяться со мной местами, придется также полностью отказаться от алкоголя, мяса и дорогой одежды. При этом бывший сотрудник ВКонтакте Антон Розенберг рассказывал об элитной квартире Дурова, впоследствии переписанную на мать основателя Телеграм. Опять же, Павел Дуров – гениальный предприниматель, миллиардер, он может позволить себе элитную недвижимость. Я лишь говорю о разнице между созданным Дуровым в интервью публичным образом и реальной личностью Павла. А уж про истории с разбрасыванием денег из окна офиса ВКонтакте или наездом на человека я вспоминать не буду. Главное, что я хочу донести – публичный образ Павла Дурова сильно не совпадает с реальным человеком Павлом Дуровым. Идеальный Дуров действительно готов положить жизнь за свободу слова и информации. Идеальный Дуров и правда отказывался от сотрудничества с правоохранителями в вопросах борьбы с наркотрафиком из-за своих представлений о свободе и справедливости. А то, что Идеальный Дуров заблокировал бот умного голосования – что же у всех бывают промахи в жизни? К счастью или к сожалению, в реальной жизни Дуров сложнее. Я искренне надеюсь, что вся эта ситуация разрешится в ближайшее время. Я надеюсь, что Павел вскоре выйдет на свободу. А его главный детища Телеграм, без преувеличения лучший мессенджер в мире, начнет наконец-то по-настоящему бороться с наркотиками, торговлей оружием и педофилией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова